Всем привет! Сегодня 13 мая, Украина, Одесская область, Березовский район. Сегодня компания Циппелин показывает новую селку Бурго. Называется она Бурго СД 872 с опцией Airplanting. Данная селка может сеять как зерновую группу сплошным селом, так и точным высевом на междуряде 70. Здесь находится представитель компании Бурго, который про эту селку расскажет. А все детали по цене, по наличию, по демонстрациям. Звоните в компанию Циппелин и уточняйте детали. Резарно-пилейсы о подъемке Циппелин они стараются. Резарно-пилейсы о Notчилик. Резарно-пилейсы о Донбергеса. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Начнем поподробнее Значит реализована эта опция на базе уже знакомой вам концепции цельнорамной компактной селки FMS Цельнорамная конструкция Высевающие секции и бункер все находится на одной раме Абсолютно новые сошники Благодаря которыми реализуется опция два в одном То есть у нас два ряда сошников по прежнему как и раньше Базовые междуряди для сплошного посева у нас 17,5 на данном конкретном агрегате Про вариации возможных междурядей для сплошного и точного высева я немножко подробнее попозже расскажу Данный агрегат с междурядием базовым для сплошного высева 17,5 Гидравлические, обратите внимание Гидравлические уже все цилиндры на всех сошниках подготовлены для установки в несколько положений То есть возможность отключения и включения с междурядием и 70 и 35 Сошник абсолютно нового образца, с него и начнем Значит что изменилось? Это по прежнему монодисковая конструкция С контурным колесом Но есть отличия по сравнению с предыдущей моделью 3720 Первое отличие, мы убрали тандем Сейчас нет тандема, сейчас у нас разделенное контурное колесо Которое отвечает за контурность по ходу следования каждого сошника И отдельно прикатывающее колесо, которое мы разместили сейчас на отдельном рычаге То есть у нас есть по прежнему параллограммная конструкция на гидроцилиндре По прежнему ход сошника 40 см вверх и вниз Для обеспечения идеальной копировки любого рельефа поля Но теперь у нас прикатывающее колесо на отдельном рычаге И на минутку те, кто раньше пенял на Бурго, что у вас давление регулируется только в одной точке гидроцилиндром И когда мы увеличиваем давление разрезания, мы одновременно увеличиваем давление прикатывания Сейчас мы решили этот вопрос специально по вашим заявкам Отдельный рычаг с отдельным прикатывающим колесом, который имеет три степени регулировки вот этой пружины У нас теперь отдельная, индивидуальная регулировка усилия прикатывания на каждом сошнике Натяжение вот этой вот пружины, вот этого вот отдельного рычага, на котором находится наше упаковывающее, прикатывающее колесо И, внимание, у нас хит сезона по изменениям в сошнике, это угол атаки, регулируемый угол атаки с помощью вот этого кронштейна Отпуская вот эту гайку, вот обратите внимание, смотри, Александр, сними Вот здесь линейка, мы имеем пять положений, отпуская вот эту гайку, имеем пять положений, по которым можем изменять угол атаки прикатывающего колеса Сейчас это колесо ровно стоит, правильно? Да, сейчас это колесо стоит ровно А вот рядышком колесо, которое отвечает сейчас как раз за точный выси в этот сошник Мы как раз и регулировали его давление и сдвинули во второе положение угол атаки У него появился угол атаки у этого колеса Благодаря вот этим конструктивным изменениям, дополнительная регулировка отдельно, индивидуально на каждом сошняке, угол атаки прикатывающего колеса, ну и конечно же мы оставили то, что и раньше неплохо работало, это регулировочные шайбы по ступице прикатывающего колеса вправо-влево. Мы можем тоже добиваться идеальных каких-то условий по прижиму и закрытию строчек посева в каких-то индивидуальных конкретных условиях. Вот благодаря всему этому сейчас у этого сошняка вообще нет ограничений по применению. Обратите внимание, мы сейчас находимся и сеем на поле, которое обрабатывалось по традиционной обработке. Агрегат весом более 15 тонн весом, который изначально предназначен для сложных наутильных условий, для наутил технологий, для большого количества пожимных остатков, прекрасно справляется с посевом на традиционном грунте. Вчера мы сели по нулевому полю, по прошлогоднему ячменю и в зиму грунт заходил без какой-либо обработки, по весне тоже ничего не делалось. И точно с такими же настройками и регулировками сейлка работала и без какой-либо обработки. Какие еще изменения применили на сошники? Обратите внимание, кто помнит наш предыдущий монодисковый сошник, регулировка глубины осуществлялась специальным шворнем с ручкой, который надо было открыть из зажима, высвободить чеку, переставить на соответствующее отверстие, тем самым изменив глубину. Сейчас все это реализовано очень элегантно, очень классно. Вот линейка у нас, просто мы банально натягиваем на себя рычажок с пружинкой, переставляем в нужное положение. Все, глубина отрегулирована. Изменена форма анкера, чистика, который совместно с диском формирует, собственно говоря, пассивное ложе. Он стал более агрессивный. Сейчас этот анкер-чистик еще меньше боится влажного грунта и работает очень хорошо, даже на больших скоростях. Обратите внимание на вот эту вот защиту, да, защиту для диска и анкер-очистика от излишних пожневных остатков, когда селка выходит в экстремальные условия на большое количество остатков по подсолнуху, по кукурузе, по сою, по большой соломе после зерновой группы и так далее и тому подобное. В чем отличие еще? Все вы помните, да, прижим улавливания семян на предыдущих сошняках монодисковых осуществлялся так называемым китеном, бобровым хвостом, который вот здесь находился за анкером-чистиком. Сейчас это у нас реализовано вот таким вот гибким силиконовым колесом уловительным, которое, собственно говоря, и выполняет функцию прижима семени в посевном ложе. Работает очень хорошо и зарекомендовало себя и на влажном грунте, и, в общем-то, оригинальное хорошее решение. Монодиск тоже так же агрессивно развернут в позитивный угол атаки, даже еще больше агрессивно. Теперь в горизонте у нас 7 градусов, 10 в вертикали и 7 в горизонте. Раньше было 10 в вертикали и 5 в горизонте. То есть сейчас он еще больше агрессивно режет в грунт и формирует посевную каналку. Спицы контурного колеса, которые у нас двойную функцию имеют, а они это контурность по ходу следования каждого сошника и как чистик подвижный для разрезающего диска. Обратите внимание, спицы на диске стали еще луже для того, чтобы максимально эффективно заходить в очень влажный грунт весной. Обратите внимание на вот эту трубочку. Раньше у нас монодисковые сошники были с так называемой подготовкой под жидкие удобрения. Там было просто технологическое отверстие, в которое должна была вставляться трубка с разводкой под жидкие удобрения. От бочки Бурго или каких-то других сторонних производителей бочек для внесения жидких удобрений. Сейчас у нас в стандарте уже вставлена на соответствующем кронштейне трубочка. Она высоко выведена для удобства монтажа системы под внесение жидких удобрений. То есть у нас сошники уже в базе подготовлены под внесение жидких удобрений. Итак, к самому главному переходим, что же такое система Airplanter от Бурго. Обратите внимание, как я уже сказал, в базовой междуряде на этой селке у нас 17,5 сантиметров. То есть расстояние между сошниками в ряду 35 сантиметров соответственно. Через один сошник, заметьте, через один сошник подводится трубка пневмовыстрела от аппарата собственной разработки Бурго под торговой маркой Airplanter. Это аппарат точного высева. Что же это такое? Сейчас мы расстановимся поподробнее. Начнем со стороны бункера, где, собственно говоря, эта система и начинается. Александр, идем со мной. Сейчас я вам поподробнее расскажу. Значит, у нас трехсекционный бункер. Сейчас задай, стану поудобнее. Итак, у нас трехсекционный бункер Бурго. Первая, вторая, третья секции. Система Airplanter у нас начинается именно под первой секцией. У нас вот шнековый высевающий аппарат, который отвечает у нас за сплошную высевку. Под ним, обратите внимание, начинается система Airplanter. Это первая ее часть, так называемый индуктор. Значит, какие манипуляции мы производим, чтобы перевести сейлку в режим точного высева. Первое, мы перекрываем у нас доступ частично. Частично от шнекового высевающего аппарата, чтобы семена попадали в индуктор с помощью вот этой вот за сплошкой. Вот у нас с индуктора семена надувается так называемым давлением А. Вот, на душе давление А. Сзади у нас установлен отдельный вентилятор, который обеспечивает у нас первую ступень системы точного высева. И производит надув в индуктор. По вот этим вот патрубкам семена у нас забираются и поступают разводочкой. И поступают вот в эти колбы-накопители. У каждого мотора точного высева есть своя колба-накопитель. Вот эти вот патрубки идут у нас от индуктора, которые подшивили, и поступают сюда. Значит, по этим патрубкам у нас давлением А от индуктора насыпаются семена в колбы-накопители. Здесь у нас давление В, которое, собственно говоря, формирует у нас поступление семян и присмактование к высевающим тарелочкам непосредственно высевного аппарата. Давайте же заглянем внутрь высевающего аппарата AirPlanter. Что здесь? Отпускаем вот эти вот подпружиненные винты, проворачиваем против часовой стрелки и вскрываем высевающий аппарат. Вот высевающий аппарат изнутри, высевающая тарелка соответствующего наименования, количество дырочек, калибра дырочек, просто соответствующие пассива. Сейчас у нас стоит высевающая тарелка под мелкую фракцию подсолуха, сеем подсолуха. Обратите внимание, красилось. Это у нас и протравитель, и тальк вместе. В обязательном порядке, как, собственно говоря, и все производители аппаратов точного высева, мы рекомендуем использовать тальк для системы точного высева. регулируется у нас тарелочка следующими способами. Мы отпускаем вот эту вот, проворачиваем вот эту вот гайку, да, снимаем тарелку, но я сейчас не буду ее снимать, чтобы семена не потерять в поле. И защёлкиваем назад. Тарелки у нас разные по, не только по форме дырочек, они у нас еще разные по толщине. Поэтому вот этой вот чекой мы ее снимаем, да, и вот этим вот винтом регулируем прижим тарелки, чтобы тарелочка у нас свободно прокручивалась без усилий, чтобы не было потом проблем при посеве. Закрываем против часовой стрелки, надавливаем и закрываем оттушеневые линты. Всё, аппарат собран и готов к работе. Приводится у нас во вращение и регулируются обороты мотора каждого высевающего аппарата двигателем ТОПКОНТ. Ну, это естественно, мы давно работаем с компанией ТОПКОНТ. Вся электроника у нас разрабатывается совместными с их же программами обеспечения в ТОПКОНТ. Вот этот вот язычок-слайдер регулирует у нас так называемый объем жменьки посевного материала, который поступает в улитку высевающего аппарата. В зависимости от посева, там у нас положение от 1 до 7. И, кроме того, это работает как предохранитель о том, что если вдруг что-то пошло не так, заделся высевающий аппарат, чтобы его вскрыть, отключить высевающую тарелку, достать ее, мы переводим в положение 0, закрываем доступ пассивмата из колбы в улитку высевающего аппарата, чтобы не потерять пассивмат в коле. Потом проведите манипуляции, мы снова выставляем вот этот вот рычажок-слайдер в соответствующее положение, в соответствующие настройки под соответствующий пассивной материал. Итак, электромоторы Topcon управляются с помощью отдельного монитора Apollo Topcon X35, который устанавливают в кабине трактора и настраиваются, считают каждое семечко и выводят картографию посева, сколько бытвойников, сколько пропусков, если таковые были, количество семян, высеянных на гектарах, то есть все электроникой контролируется, и потом можно сложить это в единую картину точного высева. То есть какое количество семян именно мы посеяли на данном конкурентном кухне, достигли этой задачи или нет, по каким-то объективным или субъективным причинам, все это мы можем проконтролировать. Еще побольше хочу рассказать за давление А и Б, про которые я уже сказал. Значит, давление А, которое у нас нагнетается от бункера к индуктору, индуктор у нас перераспределяет семена предварителем колбов накопителя. Давление А у нас отвечает за наполнение семян в улитке высевающих аппаратов и за так называемый пневмовыстрел. Каждого отдельно семени по патрубкам к семявыводам точного высева. Вот без какой-либо дополнительной электроники все, что надо, это под соответствующую культуру, под соответствующей каплицей уравновесить давление А и Б. Есть рекомендуемые базовые параметры, от которых надо стартовать. А потом уже в поле конкретном, ну, патрубкам к семе, ну, патрубкам к семе, ну, патрубкам к сию, мы, играясь с соотношениями давления А и Б, добиваемся идеального соотношения качества расстановки семян в ряду и без переборного наполнения пневмопотока из булкина, чтобы накопить, чтобы они не окончались. Получается, по факту, если бы правильно все устроили, никогда не должны заканчиваться семена в эти колбах, покуда не опустеет у нас первая секция и семена в эти колбах. Какой там объем первой секции, помнишь? Первая секция у нас есть еще. Как же удобрения, спросите вы, да? И где же наша хвыленая опция МРП, между рядов внесения удобрений, о которой мы гордимся? Обратите внимание, что матерейный бруссел, в котором всегда и мы развешивали опцию между рядов внесения удобрений, теперь как раз расположены аппараты точно выше. Что же касается внесения удобрений, то поскольку у нас бункер по-прежнему в трех секциях, вот у нас есть отдельная система, идемте к задней части бункера, у нас сплошная, сплошной высев, как и раньше, отвечает отдельная система. Вот обратите внимание, у нас вентилятор МР1, который отвечает как раз за сплошной высев или сплошное внесение удобрения. Вентилятор Б, который отвечает за работу системы R-плантера. То самое давление А, про которое я вам рассказывал, давление Б формируется вентилятором, который вы видели на раме севки. Значит, внесение удобрений. У нас два способа внесения удобрений вместе с посевом через аппараты точного высева. Мы можем по патрумам, которые также приходят на те же самые сошники, которые отвечают за точный высев. Кстати, я забыл упомянуть, именно на тех сошниках, которые сейчас отвечают за точный высев, с междурядем 70, это получается на первом ряду, через один сошник они у нас на гидравлике остаются активными и отвечают за точный высев. В итоге получаем междуряди 17,5 умножить на 4, 70 сантиметров. Классическое междуряди, это красиво техническое. Значит, сошники, которые у нас отвечают за точный высев, на них же установлены два семя вывода. Первый семя вывод. Это у нас классический, между анкером, чистиком и разрезающим диском. Это семя вывод сплошного высева, как и раньше. На него приходит пневмосистема сплошного высева. Для высева семян сплошным способом или внесения удобрений в строчку посева. Опять же, с помощью вентилятора и системы сплошного высева. Сзади, немножко отодвинутый назад, у нас отдельный анкерочек и семя вывод точного высева. Да, вот та трубка пневмовыстрела, которая у нас идет от каждого аппарата Аэрплантер, она спускается в свой отдельный анкер и семя вывод точного высева. Значит, для внесения удобрений мы можем дополнительно, отдельно запустить систему сплошного высева и использовать секции 2 и секции 3 под внесение удобрений стартовых, допустим. Допустим, вторую секцию мы можем использовать под внесение стартовых удобрений. А заднюю секцию мы можем использовать под внесение удобрений в междурядку. А как же это сделать, спросите вы, да, если у нас нет сошников для МРБ, для внесения удобрений в междурядку. А очень просто. Мы задний ряд сошников можем использовать как МРБ. То есть у нас задний ряд для сплошного высева превращается в сошники для внесения удобрений в междурядку, который мы отдельно настроим, отдельно откалибруем опять же заднюю секцию, пустим поток именно на эти задние сошники, поставив соответствующие в заглушки в грибках-распределителях системы сплошного высева. И они у нас будут подавать удобрения только на задний ряд, который мы отрегулируем отдельно, отдельно настроив глубину. И они будут служить как сошниками МРБ для работы при высеве системой точной высевой. Кто уже знаком с агрегатами FMS Бурго знает, что у нас в базовой комплектации у нас каждая селка цельнорамная оборудована своим собственным кран-манипулятором для собственной загрузки в поле. То есть вам телескопический погрузчик в поле гонять не надо. Все, что надо для того, чтобы загрузила селка сама себя с помощью этого манипулятора это, допустим, механизатор трактора и водитель ружевика, который привез биг-бэги с удобрениями или пассиматом в поле. То есть кран-балка, которая управляется на пультике без контакта, без проводном пультике, спокойно, даже не тренированный персонал может с этим справиться, полностью загрузить селку за 10-15 минут, уверяю вас, проверено многократно. Значит, про комплектации, которые мы предполагаем для вывода именно конкретно на украинский рынок. Значит, сейчас у нас появятся два основных типа размера и третий добавится в следующем году, в следующем это в 22-м году. Сейчас уже готовы, уже находятся в производстве и готовы к реализации, спрашивайте у наших дилеров следующей комплектации. Первое, 8,4 метра, как этот агрегат, с междурядем базовым 17,5, с возможностью высевать точные культуры на 35,7. И агрегат тоже 8,4 метра ширина захвата с базовым междурядем 25, с возможностью точного высева на 50 или 75. Также в производстве агрегаты чуть шире 9,1 метра, то есть у нас они фактически вышли на замену наших комплексов, у которых была высевающая секция отдельно, в бункер отдельно. Сейчас у нас появится цельноранная 9,1 метра ФМС сейлка, с базовым междурядем таким же, как я и назвал. Либо 17,5 либо 25 с возможностью высевать точным высевом на 35 и 70 или на 50 и 75 соответственно. Зачем такое разночтение? Ну, мы подумали, во-первых, агрегат, который на 25 междурядем будет банально дешевле, вы же понимаете, меньше количества сошников, меньше количества плантера установленных, и поэтому цена этого агрегата будет меньше. И в следующем году у нас появится в обязательном порядке, она уже закончила испытание, агрегат ФМС-Сиди 12 метров ширина захвата, 12,3 метра ширина захвата. Да, канадцам все-таки удалось вписать такую ширину захвата в украинские требования по транспортным габаритам, поэтому в следующем году у нас уже заказаны в производство, они приедут в Европу, и мы будем вам их тоже представлять, эти агрегаты. Как он будет выглядеть, об этом смотрите в наших следующих видео. Итак, друзья, подводим итог про этот агрегат ФМС-Сиди с функцией Airplanter. Что мы имеем? Мы имеем компактную сейлку тире сейлку точного высева, которая имеет компактные транспортные габариты 3 метра транспортной ширины и 4,2 метра транспортной высоты. Она имеет возможность закрывать любые севообороты, то есть любые севообороты, которые находятся у вас в хозяйстве, эта сейлка может решить задачи по посеву этих севооборотов. Начиная с ранней весны, начиная с горчицы, гороха, затем переходим на точный высев подсолнух и кукуруза, сою точным высевом сеем, затем у нас осенняя посевная компания, переходим на систему сплошного высева и на 17,5 сантиметров начинаем сеять зерновую группу, а также, кстати, у этой селки не реализовано высев с точным высевом на 35, но небольшой комплект доукомплектовки можно заказать, оборудовать этот вот агрегат с точным высевом на 35 и точным высевом закрыть, опять же, такую культуру, как озимый рапс. поэтому у нас получается что? У нас получается универсальный агрегат, который сеет по любому грунту, по любой технологии, сеет абсолютно все культуры, вносит удобрения как в рядок, так в междуряде, приспособлен для работы поджидки удобрения, имеет, как всегда, как у эта фишка Бурго, надежную, прочную конструкцию, которая обязана делать тысячи гектар без намека на то, чтобы выйти из строя и подвести своих владельцев в разгар посевной компании. И по поводу мощности трактора, вот данный образец мы согретировали с трактором FN 936, это 360 лошадей, то есть в принципе с новой, с запасом, вот есть даже подозрение, что и 300-сильный трактор поедет с этой Я думаю, вполне справится 300, 310 лошадей, трактор вполне справится с задачей, чтобы работать с этим агрегатом на максимуме производительности. Понял, Олег, спасибо, сейчас пойдем ковыряться, смотреть, что она положила. Бурго, техника для профессионалов, а вы готовы уже стать профессионалом. Так, расстояние 8, что до 3, примерно в районе 12-й методис. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok